Вотрезвители возвращают. Утверден даже план в России работы вотрезвители. Согласно ему, нетрезвым гражданам предоставят отдельное спальное место, воду и одежду. Им также окажут врачебную, психологическую и социально-правовую помощь. В случае необходимости помогут даже трудоустроиться. Есть список, кого будут забирать в такие заведения. Подростков, например, беременных женщин, инвалидов, также наркоманов и агрессивных россиян. А насильно их никто держать не будет. При желании, как говорится, клиенты учреждения могут покинуть вотрезвитель. Некоторые задаются вопросом, если там будет так комфортно. Воду, одежду, отдельное спальное место будут предоставлены. Это все нужно для комфорта некоторым, да? Как стать клиентом вотрезвителе? Можно ли не только добровольно оттуда уйти, но и прийти туда тоже по собственной воле? Ну, все очень просто. Валяться в беспамятстве на улице. Только в этом случае вызовут специальную службу и вас доставят в специальное учреждение. А добровольно сдать себя в руки? Вот уж не знаю. Теплые, нежные руки сотрудников, санитаров, вотрезвителей нельзя? Но вообще ранее Министерство здравоохранения России пояснило, при каких обстоятельствах жители стран начнут возить такие новоиспеченные вотрезвители, а если они находятся в беспомощном состоянии? Вот думайте и судите сами. Но беспомощное состояние может быть по разным причинам все-таки. Конкретно не описывается, что это за состояние такое. В принципе, алкогольное отравление – это тоже медицинская причина, но имеется в виду другая медицинская причина. Беспомощность вообще вот чем она характеризуется? Что-то неприятное. Сидит человек на остановке в пьяном состоянии, он же тоже может быть беспомощным. Не обязательно где-то там валяться в обмороке. Или просто человек сидит на остановке в позе Роденовского мыслителя. Подходишь к нему и говоришь, мужик, что случилось? Ну, говорит, не знаю. Жизнь такая, просто сидишь, чувствуешь себя беспомощным. Просто беспомощным. Ты ему говоришь, мужик, вотрезвитель работает, иди туда. Ну, какой-то беспомощный философ получился у тебя. 8-9-25, беспомощный философ. 9-25-222-99-92. Мы по этой теме принимаем ваши комментарии и вопросы, кстати, экспертам, которые уже на связи с нами. Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. И также Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Приветствуем вас, Мария. Доброе утро. Доброе утро. Мария, как думаете, станет ли наш мир чуточку лучше с такими заведениями, как вы трезвители? Ну, это, конечно, очень сложно ответить до того, как мы увидим, как они выглядят. Потому что то, что было в советское время, явно не делало мир лучше. А, Владимир Леонидович, а как вы считаете, вернуться в трезвители и мир станет лучше? Ну, мое мнение несколько отличное от мнения Марии. Я считаю, что мир, конечно, станет лучше, и более того, и в советское время он был лучше. И, безусловно, я приветствую данную законодательную инициативу, ставшую законом, и считаю, что это очень большой и серьезный шаг по пути прогресса нашей системы, социального государства. И, конечно, возрождение вытрезвителей не в том виде, безусловно, который был в советское время. Хотя я думаю, что советский опыт мы обязательно должны использовать, поскольку он был позитивным и стал, так сказать, рамочным для многих других государств, которые в настоящее время его используют. Так вот, этот опыт важен, и важно адаптировать современные вытрезвители к современным социо-экономическим условиям. В чем плюс, безусловный плюс, я вижу... Владимир Владимирович, прошу прощения, прежде чем мы про плюсы поговорим, а если этот опыт был удачный, то почему от него отказались в итоге? Ну, вы знаете, это же не единственное, от чего мы отказались. То есть и система образования, и система здравоохранения, и детские дома, и дома для престарелых, все, что, собственно, все указанные институции советского времени, они имели, безусловно, и положительные моменты, хотя, конечно, не были лишены недостатков. Но этот отказ я трактую исключительно в контексте, так сказать, идеологического отрицания тех форм, в том числе форм социальной помощи, которые существовали в советское время в рамках, ну, своего рода либеральных подходов, в какой-то степени даже неверно понятых, потому что в западных странах тоже существует, в некоторых странах существуют системы, напоминающие, в том числе советские системы вытрезвителей, в частности, в Германии при полицейских участках существуют камеры для отрезвления, которые очень сильно напоминают советские вытрезвители. Поэтому в данном случае я думаю, что, конечно, советская система не была лишена недостатков, и, в частности, конечно, к таким недостаткам нужно отнести как минимум тот достаточно серьезный, так сказать, серьезные последствия, которые имело попадание в это учреждение для человека, это направление соответствующего документа по месту работы и последующие негативные последствия вплоть до увольнения для человека. И согласитесь, что это не самая лучшая страна, это первое, второе, то, что, собственно, само пребывание в вытрезвителе не было отнюдь радостным для человека, иногда сопровождалось достаточно жесткими действиями по, так сказать, приведению в чувство. Ну и третий момент, так называемая палочная система уже на излете советской власти приводила к тому, что зачастую в вытрезвителях оказывались люди, которые, может быть, и были способны самостоятельно добраться до дома и не нуждались в этой, в кавычках, помощи. Еще раз подчеркиваю, это, конечно, недостатки, но в целом необходимо отметить, что сам факт того, что государство берет ответственность за граждан, которые находятся в этом сложном критическом состоянии, это большой плюс, и этот плюс в нынешних условиях тоже, я думаю, что будет очень важен. Мария, вот по поводу вытрезвителей и их места в истории. Просто в СССР, когда в 70-е годы, вот к концу 70-х годов потребление спиртных напитков в СССР достигло, по некоторым источникам, рекордного уровня в истории страны. Понятно, что были вытрезвители, когда рекордные достижения в этой области были у нашей страны. А сейчас-то, когда у нас Минздрав год за годом рапортует о том, что у нас падает количество людей, страдающих от алкоголя, и вообще народ более ведет здоровый образ жизни, нужны ли возвращения таких институций? Ну, это, конечно, достаточно такой сложный вопрос. Коротко на него ответить довольно сложно, я все-таки попытаюсь. Дело в том, что изначально в этом есть, конечно, вполне разумный и даже благородный замысел. То есть люди, находящиеся в беспомощном состоянии, могут причинить средств своему здоровью и здоровью окружающих. Мало ли, по каким причинам они пришли в это состояние, нужно помочь им избежать каких-то очень серьезных и травматичных последствий. Для этого их помещают на какое-то время в специальные учреждения и помогают им прийти в нормальное состояние. Это идея. К сожалению, в советское время, тут я не совсем согласна, эта идея очень плохо воплощалась, я отчасти, поэтому от ними и отказались. Потому что сущности вытрезвлением-то не занимались. То есть человека помещали в какое-то пространство. И на этом все, через какое-то время его впускали. Кстати, это была платная услуга, как и сейчас это предполагается. И здесь очень важно зависеть от того, как идея будет реализовываться. Потому что, конечно, если цель это отчитаться и плюс отчитаться за выполнение плана по финансам, то кого скорее будут забирать отрезвителей, того, кого явно не будет денег на оплату этой услуги, или того, кто, скорее всего, сможет заплатить. И отсюда вывод, что не всегда, скажем так, аккуратно, будут забирать тех, кто в худшем состоянии, кто действительно требует такой помощи. А скорее будут забирать тех, кто сможет заплатить сам, или заплатят родители. И здесь проблема, потому что, конечно, людям нужна помощь. Но если это будет, как в последние годы, мы помнили существование вытрезвителей, когда людей просто помещали в изоляцию. Чем это отличается, например, от отделения полиции, куда сейчас очень часто людей в таком состоянии помещают. То есть просто изолируют и все, а медицинской помощи нет. Так что очень много зависит от того, как это, думаю, что в основе своей хорошей идеи будет реализовываться. Ну, последний раз, когда совсем закрывали эти вытрезвители, 2011 год, все специализированные медицинские вытрезвители на территории Российской Федерации были ликвидированы. После их закрытия лица, которые находились в таком тяжелом алкогольном опьянении, или даже алкогольной коме, их забирала скорая помощь и везла в больницу. Я однажды ночью попала в больницу, так там в приемном отделении скорой помощи был настоящий вытрезвитель с соответствующими запахами и звуками. Это правда было ужасно. То есть ты приезжаешь, чтобы тебе оказали какую-то помощь по определенным причинам, и вдруг просто в приемном отделении лежат на лавочках, они там поют, они кричат. Но справедливости радио, если выпивший, сильно, тяжело выпивший человек получит травму из-за своего состояния, его тоже не в отрезвитель повезут, его повезут в больницу. Ну да, но если в отрезвителей не было, куда его везти? В полицию или в скорую забирать? Травм, полученных в состоянии сильного алкогольного опьянения, в отрезвители не решат. Как ты стояла в очереди с перепившими, травмирующими себя людьми, так и будешь. Я просто предполагаю, что до этого просто людей в сильном алкогольном опьянении везли как в больных уже, ну то есть засчитывалось, а что с ним делать? У человека кома, алкогольная кома, куда его? Не в полицию же. Ну его в специализированном медицинском учреждении, просто в отрезвитель-то все-таки сильно пьяного человека, но поместят, насколько я понимаю. Но все-таки не настолько пострадавшего с медицинской точки зрения, сильно пострадавшего с медицинской точки зрения потребуется медицинская профессиональная помощь, а не санитар из отрезвителя. У нас тут слушатели начали интересоваться, а кто будет за все это платить? Это что, получается, на деньги налогоплательщиков с ними еще и сюсюкаться будут? Ну у некоторых возникает откровенная злость. Мол, люди сами виноваты, так за них еще и платить надо, немного сочувствия. Мне вот интересно, вот такие слушатели, мне интересно, вот вы когда идете по улице, видите вот человека без сознания, может быть, немножко грязненького, который лежит, вы в скорую вызываете или вы ему пинка даете и идете дальше? Напишите нам 8995-222-9999. Но тут важно пояснить, с гостей в отрезвителе будут взимать плату заказанные услуги, об этом Минздрав тоже сообщил. Могу включиться в дискуссию, в том числе и по поводу финансовой стороны. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Вытрезвители в России появились в дореволюционный период, появились по инициативе снизу, кстати, от инициативных граждан. И они были на бюджете у городских властей. То есть это был бюджет местного самоуправления, причем вытрезвление было абсолютно бесплатным для тех людей, которые в него попали. Это 1902-1904-й, первые вытрезвители в России, вплоть до 1917-го. Естественно, революция, гражданская война эту всю систему разрушила. В 1931-м система возрождается, и в Советском Союзе действительно вытрезвление было платным для человека, гражданина, попавшего в вытрезвитель. Он должен был уплачивать в разное время разные суммы, но, кстати, немалые суммы. В период позднесоветский, я имею в виду 70-е, это было примерно 35-50 рублей. То есть что это за деньги? При том, что инженер получал 120, а, соответственно, у студента как раз вот примерно 40-50 рублей была стипендия. То есть если это молодой человек, попавший в вытрезвитель, он должен был отдать всю стипендию, а среднестатистический гражданин – половину-треть своего заработка. То есть это была не дешевая услуга. В постсоветское время ситуация была разной. Вот в тот период, с 91-го по 2011-й, когда вытрезвители существовали, в некоторых регионах это была бесплатная услуга. В Москве взимали порядка 100 рублей в начале нулевых, примерно в 2000-2005-й. Но были регионы, в которых стоимость услуги суточная, естественно, суточный тариф. Само собой разумеется, что в вытрезвительный человек не находится неделю, он находится сутки. В некоторых субъектах федерации, например, в республике Саха-Якутия эта цифра была 2700 рублей. То есть это, в общем-то, очень такая приличная сумма для суточной гостиницы. А то, что касается нынешней ситуации вознождения вытрезвителей, очевидно, что это будет платная услуга с одной стороны. При этом, конечно, мы должны понимать, что вытрезвитель как учреждение с материально-технической базой, штатом сотрудников будет содержаться за счет бюджета. Насколько я понимаю, это будет бюджет субъекта федерации. Не федеральный бюджет, но это для, так сказать, слушателей нашего не имеет принципиального значения, потому что это все равно деньги налогоплательщика. Но я отвечаю на этот вопрос, хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения очевидно, что, как мне кажется, вопрос абсолютно несостоятельный в том смысле, что, конечно, мы, как налогоплательщики, должны иметь в виду такого рода расходы, поскольку вытрезвление имеет очень большие плюсы. Это плюсы для самого человека. А понятно, что в такой ситуации может оказаться не только злостный алкоголик, но и человек, который оказался в состоянии стресса, и, в общем-то, это не пьющий человек, но вот так получилось. Нельзя от этого зарекомендовать. Но самое важное, это ситуация окружения, социального окружения этого человека. Ведь находясь в состоянии, так сказать, высокой степени алкогольного опьянения, а ведь мы сегодня в самом начале обсуждали, что это агрессивные алкоголики будут в том числе отправляться в данное учреждение. Человек представляет серьезную опасность для окружающих и для случайных прохожих, которые могут подвергнуться нападению, и для членов семьи. И поэтому вот в этом смысле, конечно, это мера социальной защиты, на которую не жалко потратить какие-то деньги. Вот, Юр, ты спросил наших слушателей, вызывают ли они полицию, скорую, хоть кого-нибудь, чтобы пришли на помощь вот таким пьяным людям. Хоть меня и ругают родные, но я все-таки останавливаюсь, вызываю милицию к людям, полицию тут у нас, людям, оказавшимся в беспомощном положении, иногда не потерявшим деньги иногородними. Ну, это несколько разные вещи, все такие. Приезжает патруль, забирал их до приемного покоя, оттуда после оказания помощи выставляли на улицу. Также надо обязательно их возродить, обязательно, нельзя пьяных людей везти в медучреждение. Да-да-да, у нас тут единодушие, я смотрю, в Вайбере тоже пишут, конечно, нужно, пишут наш слушательцы, никто и не отрицает, вот такая ультимативная формулировка. Мария, вот как поменялось, на ваш взгляд, отношение к вытрезвителям. Просто я помню, в детстве всегда это слово вытрезвитель носило такой иронично-насмешливый характер, и в нашей, мне кажется, массовой культуре вытрезвитель это такое место сродни Чистилищу. Ты еще не в аду, но и в рай тебе дорога закрыта. А вот сейчас, по прошествии многих лет, у нас удивительная единодушие, все хотят вернуть. Ни одного нет комментариев, но они все-таки в меньшинстве своем. Как вы считаете, почему поменялось так отношение к вытрезвителям? Ну, нельзя сказать, что оно призернулось и стало противоположным. Все-таки возвращение вытрезвителей у нас поддерживает примерно 40% граждан, как меру борьбы с алкоголизмом, кстати. То есть очень часто пациентами или клиентами таких учреждений люди видят тех, у кого, на самом деле, существенные проблемы с алкоголем, у кого это не разовое состояние, а постоянное, что, наверное, не совсем точно. А поскольку люди действительно считают, что алкоголизм это очень серьезная проблема, то они будут поддерживать практически любые меры и с еще большим энтузиазмом будут поддерживать и ограничения продажи алкоголя и еще целый ряд мер. И, в общем, у нас верят, как правило, люди в то, что насильственные меры лучше работают, чем все остальное. Хотя, вот по тому, что вы в самом начале сказали, у нас действительно потребление алкоголя и вообще заболеваемость алкоголизмом существенно упали. За последние, ну, по сравнению даже с тем, что было лет 20 назад. И если мы посмотрим на то, как себя ведут молодые люди, то они, скорее, склонны здоровый образ жизни вести. Особенно это касается крупных городов. И в этом смысле то, что люди поддерживают, они же поддерживают именно некий идеальный образ. очень мало кто действительно вспоминает реальный отрезвитель. Скорее всего, это некий образ, созданный фильмами, которыми, в котором все это считало неким изолидированным представлением. А сегодня они точно знают, что есть проблема алкоголизма, есть проблема помощи людям, которые в этом состоянии оказываются. Все меры хороши, в том числе и отрезвители. Мария, и последний вопрос. Как думаете, алкозависимых сможет отрезвить сумма, чек после посещения вот этого заведения? Ну, просто поможет ли это решить проблему дальше? Или тут... Да-да-да. Ну, поскольку алкозависимость, это же такое неустойчивое психологическое состояние, сможет ли это их подтолкнуть еще больше? Алкоголизм — это болезнь. И она точно не лечится чеком из отрезвителей, к сожалению. Прекрасно сказано. Мария, спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Леонидович. К сожалению, время эфира у нас ограничено. Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. И Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской Академии Наук, вместе с нами говорили о том, как будут функционировать вытрезвители в разных регионах страны. Нужно ли вообще их было возвращать? Мнение наших слушателей удивительно единодушно. Зачитаю еще раз комментарий. Конечно, нужно, никто и не отрицает. Ну, есть еще такие версии, кто спаивает народ и подростков, тот пусть и оплачивает вытрезвители. А дальше перечисление магазинов, сетевых магазинов в том числе. А, это как в известном старом ролике, меме, когда женщина заходит в магазин и спрашивает, что же вы так пьете-то много? Она говорит, а как? Вот как можно не пить? Заходишь в магазин, а там стоит бутылка водки на стеллаже и приманивает. Столько соблазнов. Да, стоишь и приманивает. Это бутылка водки, и не пройдешь, и глаза не опустишь. Вот куда не зайдешь, вот через три ряда в магазин зайдешь от этой бутылки, а она и там твой взгляд уловит. Николай считает, что эта бесплатная услуга будет за наш счет. Почему я должен платить за алкашей? Задается он таким вопросом. Ну, как он нам уже объяснил Владимир Леонидович, сама организация будет существовать, да, за бюджетные деньги, бюджетные государственно-частное партнерство. Вот. Так что и на ваше, и на наше, и на местные деньги.